Продолжаем чтение книги Кицур Шулхана Рух для тех, кто по каким-либо причинам не может читать сам. Глава 137. Совершеннолетие. Говоря о развитии ребенка, Мишна отмечает следующие этапы. В 5 лет надо начинать изучать Писание. В 10 – Мишну. В 13 – соблюдение заповедей. Иными словами, в 13 лет еврей становится совершеннолетним и принимает на себя обязанность исполнять все заповеди Торы. Поэтому мальчика, достигшего 13 лет, принято называть Бар-Митсва, то есть сын исполняющий заповеди. Рош Раф Ашер бен Ехиэль, один из величайших авторитетов Аллахи, говорит, что положение, согласно которому человек считается совершеннолетним, начиная с 13 лет, относится к разряду законов, полученных Маше, Насина и Усна. Однако величайший комментатор Танаха и Талмуда Раши, Раф Шлома Ицхаки, ссылается на другую традицию, связанную с рассказом Торы о том, как Шимон и Леви, сыновья нашего праотца Якова, отомстили за честь своей сестры Дины. Тора, книга Берешит, называет их обоих словом Иш, муж, а в это время они уже достигли 13 лет. Суть совершеннолетия заключается в принятии на себя полной ответственности перед Всевышним за свои поступки и обязанность служить ему в полном смысле этого слова. Чрезвычайно важно разъяснить мальчику, что, достигнув 13 лет, он полностью принимает на себя иго власти Всевышнего, и именно тогда Всевышний дает ему новые силы, необходимые для неукоснительного исполнения его повелений и преодоления всех трудностей и препятствий, мешающих этому. Новая святая душа, которая, как пишет Раф Шниур Залман Изляд, Альтер Ребе, в своем труде Шулхан Арух Араф, вселяется в мальчика в день, когда ему исполняется 13 лет. Обязывает его, с одной стороны, исполнять все заповеди Торы, а с другой принимать наказание за их невыполнение. Хотя первая заповедь, которую исполняет Бар Митсва, уже как совершеннолетний человек, это чтение молитвы Маариб после захода солнца в последний день 12 года его жизни, все обычаи, связанные с достижением совершеннолетия, относятся к следующему дню и отчасти к ночи, следующей за ним. Достижения мальчикам совершеннолетия отмечают следующим образом. Веселье в этот день должно быть подобным веселью в день свадьбы. Тем не менее, все, включая и самого виновника торжества, читают Таханон. Перед молитвами Шахарид и Минха в этот день Бар Митсва должен дать сдаку и своих карманных денег. Если же этот день совпадает с субботой, ему следует сделать это в пятницу и также в воскресенье. Весьма желательно, чтобы его родители тоже дали сдаку, большую, чем обычно. После молитвы Шахарид молящихся приглашают к столу, накрытому в синагоге. Отец Бар Митсвы произносит несколько слов в честь торжества, и сын повторяет наизусть хасидский Маамар. В последнее время принято выбирать для этого Маамар Реби Рашаба, сказанном Медраше Тегелим. После этого присутствующих угощают лекахом и водкой. В течение дня совершеннолетия Бар Митсва учит 14 главу книги Тегелим, которую он теперь в течение года будет читать ежедневно после Шахарид. Вечером устраивают праздничную трапезу, перед началом которой Бар Митсва еще раз повторяет тот же Маамар, а во время трапезы Равин или другой уважаемый человек произносит краткую речь о смысле совершеннолетия с точки зрения Торы. Если мальчику исполняется 13 лет, в день, когда в синагоге читают Тору, его вызывают к ней в тот же день. Если в день его совершеннолетия в синагоге Тору не читают, его вызывают к Торе в ближайший понедельник или четверг или Рош-Ходыш во время молитвы Шахарид. Если мальчику исполняется 13 лет в пятницу, его вызывают к Торе в субботу во время молитвы Минха. После чтения отрывка из Торы отец мальчика, стоящий рядом, произносит «Благословен, освободивший меня от наказания за проступки мальчика этого». При этом он не упоминает имени Всевышнего и его царского титула. Мальчик начинает возлагать тфелин за два месяца до своего совершеннолетия. При этом первые 2-3 недели он не произносит благословения. И только полностью овладев техникой возложения тфелин, он начинает произносить благословения. Несмотря на то, что в это время мальчик в принципе еще не обязан исполнять заповедь от тфелин, он возлагает его перед молитвой Шахарид и не снимает до самого ее окончания. Если на эти два месяца приходится семидневный праздник, Песах или Суккот, когда не возлагают тфелин, мальчик может начать возлагать тфелин на неделю раньше. Тфелин Дирабейнутам в первый раз возлагает день совершеннолетия. Для мальчика, родившегося в месяц Адар, время празднования его бар Митсвы зависит от следующих условий. Если год, когда ему исполняется 13 лет обычный, то не имеет значения, родился ли он в обычном или в високосном году. Совершеннолетие празднуют в день его рождения в месяц Адар. Но когда год, в котором ему исполняется 13 лет, високосный, то если он родился в обычном году, совершеннолетие празднуют во втором Адаре. Если же он родился в високосном году, и год, в котором он достигает 13-летнего возраста, тоже високосный, он празднует свое совершеннолетие в том Адаре, в котором родился. Если родился в первом Адаре, то в первом, если во втором, то во втором. Девочка достигает совершеннолетия бар-бат-митсва раньше, чем мальчик в 12 лет Большей понятливостью наделена женщина, говорят наши мудрецы Однако, в отличие от бар-митсвы, в этот день не принято устраивать никаких особых церемоний Совершеннолетие девочки празднуют как обычный день рождения Что же касается сути бар-митсвы, то все сказанное ранее о принятии на себя полной ответственности за свои поступки и обязанности исполнять заповеди относятся и к девочке В той мере, в какой тор обязывает к этому женщин, а именно соблюдать все запреты и исполнять предписания, не обусловленные определенным временем Все, что сказано ранее об обычае давать сдаку в день совершеннолетия, полностью относится также ко дню совершеннолетия девочки Каждый день рождения взрослого мужчины по обычаю отмечают следующим образом По договоренности с Габаем в синагоге в субботу, предшествующую дню его рождения, его вызывают к торе, а если день рождения совпадает с днем, когда в синагоге читают тору, то и в этот день Перед молитвами Шахарид и Минха дают большую, чем обычно, дздаку Если день рождения совпадает с субботой или праздником, то дздаку дают накануне, желательно также на следующий после рождения день В день рождения следует молиться с особой сосредоточенностью и с глубоким чувством, а в течение дня постараться прочесть как можно больше глав книги Тегелим, хотя бы одну из пяти частей этой книги полностью После молитвы Шахарид читают и главу Тегелим, соответствующую прошедшему году жизни и главу, соответствующую наступившему году Затем в течение дня следует заниматься изучением этой новой главы Весьма желательно в день рождения принять на себя обязанность в новом году ежедневно посвящать изучению тору больше времени, чем в истекшем И совершать больше добрых дел Уединяются, чтобы ничто не помешало спокойно обдумать свое поведение в истекшем году и принять решение исправить свои недостатки в новом году Как и в Роши Шана принимают на себя обязанность более тщательно исполнять какую-либо заповедь торы Устраивают небольшую, но веселую трапезу для членов семьи и близких людей, во время которой весьма желательно, чтобы виновник торжества пересказал тот Маамар, который учил в этот день Если есть возможность, произносят благословение Шихияну над плодом нового урожая или впервые надев новую одежду В день рождения малолетнего ребенка все, о чем сказано ранее, в предыдущем параграфе, должны делать его родители Глава 138. Почитание родителей К исполнению заповедей о почитании родителей следует относиться с особым вниманием Так как Тора приравнивает почитание родителей к почитанию самого Всевышнего Из этих примеров мы видим, что Тора проводит четкую параллель между почитанием родителей и чувством боязни перед ними Смысл этого сопоставления объясняет Талмуд Отец и мать равноправны со Всевышним в создании человека Родители создают тело ребенка, а Всевышний даст ему душу Оба вклада важны в равной степени Так как при отсутствии любого из них человек не может существовать По словам наших мудрецов, Всевышний награждает детей за почитание родителей Так же, как он награждается за благоговение, проявленное по отношению к нему самому В чем должна выражаться боязнь? Следует тщательно соблюдать по отношению к родителям все, что входит в понятие нормы приличия Например, дети не занимают место, которое обычно предназначено для их отца или матери в каком-либо общественном учреждении А также место в синагоге, на котором родители обычно молятся дома Молятся, на котором родители обычно молятся Дома не садятся там, где обычно сидят родители Не перечат им Если отец разговаривает с кем-нибудь, а сын заявляет «Мне кажется, что отец прав», то он нарушает предписание бояться отца Так как сын не имеет права давать какую бы то ни было оценку словам своего отца В качестве примера, насколько дети должны бояться своих родителей и благоговеть перед ними Наши мудрецы приводят такую ситуацию Сын, одетый в праздничной одежде, возглавляет собрание уважаемых людей И в это время входит кто-нибудь из его родителей Ударяет его, рвет на нем одежду, плюет ему в лицо Сын не имеет права ни рассердиться, ни просто пристыдить родителя Чтобы не вызвать у него еще больше раздражения Он должен молча выдержать все и исполниться страхом перед Всевышним Владыкой всей Вселенной Который внушил отцу или матери мысль так поступить Тем не менее, он имеет право привлечь родителя к суду за нанесение ему материального ущерба В чем должно проявляться почитание родителей? В заботе о них, в проявлении к ним внимания Так их кормят и помогают им одеваться, если они в этом нуждаются Встречают их, когда они приходят в дом детей И провожают, когда они уходят Причем очень важно делать все это доброжелательно С приветливым выражением лица Говорят наши мудрецы, что даже если сын ежедневно кормит своего отца Самой изысканной и вкусной пищей Но делает это сердито, с раздражением Всевышний наказывает его Аллаха запрещает детям будить родителей без веской причины Но отца надо разбудить, если он может опоздать в синагогу Или должен исполнить какую-либо другую заповедь Так, как и сын, и отец в равной степени обязаны чтить Всевышнего Если сын просит кого-то об одолжении И знает, что его просьба будет исполнена в любом случае Обращается ли он от своего имени или от имени своего отца Следует обратиться от имени отца Чтобы таким образом проявить к нему почтение Когда мать говорит сыну, сделай то-то и то-то И он исполняет ее просьбу А потом приходит отец и спрашивает Кто просил тебя делать это Сын должен взять всю ответственность на себя И не говорит, что сделает это по просьбе матери Если знает, что отец рассердится на нее Дети обязаны разговаривать с родителями стоя Исполнение заповедей о почитании родителей Не прекращается после их смерти В течение 12 месяцев после смерти родителей Дети, упоминая покойных в разговоре или письме Должны прибавлять Я – искупление его смертного ложа Это означает Я готов принять на себя муки Которые грозят душе покойного в духовных мирах По истечении 12 месяцев При упоминании имени покойных родителей прибавляют Память о нем, о ней Благословена на всю жизнь в будущем мире Даже если отец негодяй и нечестивец Безостенчиво нарушающий законы Торы Дети, тем не менее, обязаны почитать и бояться его Даже мамзер обязан в полной мере Проявлять к своему отцу боязнь и уважение Самое большое, на что имеет право сын Увидев, что отец нарушает Тору Это спросить его Отец, не написано ли в Торе то-то и то-то? Иными словами, он не должен упрекать отца А просто задать ему вопрос То есть сын должен поступить в этом случае тактично Потому что если отец одумается То он не будет испытывать чувство неловкости перед сыном И все будет выглядеть так, будто отец исправил свое поведение самостоятельно Однако, если отец или мать приказывают сыну или дочери нарушить закон Торы Подчиняться их требованию запрещено При этом не имеет значения, идет ли речь о заповеди предписаний О запрете или о каком-нибудь постановлении мудрецов Торы Тора говорит Из этой цитаты следует, что Всевышний обязывает нас бояться родителей Но кроме тех случаев, когда они заставляют нас нарушить субботу Или любую из заповедей Всевышний как бы подчеркивает Я Бог всесильный ваш Бог для всех Бог для всех Почитать, бояться и слушаться его обязаны все И вы, и ваши родители Как было сказано Это правило относится ко всем заповедям без исключения Так, например, если отец предостерегает сына Смотри, такой-то наш враг Всегда помни о том, такой-то он нам нанес и вообще не разговаривая с ним То сын не должен повиноваться, если хочет помириться с этим человеком Тора запрещает еврею ненавидеть другого еврея Даже скрывая эту ненависть и внешне ничем ее не проявляя Следовательно, в этом случае приказ отца противоречит закону Торы Сын имеет право ослушаться отца в том случае, если хочет изучать Тору в Яшиве Находящийся далеко от дома Считая, что там он получит больше знаний, чем в той, что расположена неподалеку А отец по каким-либо причинам возражает Причина заключается в том, что заповедь об изучении Торы важнее, чем заповедь о почитании родителей Из устной Торы известно, что когда Ицхак отослал Якова в Харан, книга Берешит Яков не сразу направился туда, а 14 лет изучал Тору у Шема и Эвера И только после этого прибыл в Харан Здесь, в Харане и в обратной дороге оттуда он в общей сложности провел 22 года Позже он был разлучен со своим любимым сыном Йосифом именно 22 года Следовательно, пробыв столь долгое время в Харане, Яков совершил проступок 22 года он не исполнял заповеди о почитании своего отца И Всевышний наказал его за это, поразлучив с сыном именно на 22 года Однако за 14 лет, проведенные в Яшиве, Шема и Эвера, Яков не был наказан То время, что он изучал Тору, не было засчитано как уклонение от заповедей о почитании отца То же самое относится к случаю, когда сын хочет жениться, а отец не дает своего согласия Сын имеет право ослушаться Тем не менее, надо подчеркнуть, что во всех приведенных выше и подобных им примерах Когда Аллаха дает сыну право ослушаться родителей Он обязан по мере возможности соблюдать заповедь о почитании отца и матери Не ссориться с ними, не грубить им Постоянно подчеркивая свою любовь и свое уважение к ним Сын и незамужняя дочь в равной степени обязаны исполнять заповедь о почитании родителей Но выйдя замуж, дочь прежде всего должна слушаться мужа И ее обязанности в отношении родителей отходят на второй план Она продолжает исполнять их, только если это не вызывает недовольства мужа Заповедь о почитании родителей обязательно не только для детей, но и для внуков, правнуков и даже для праправнуков Это следует из намека о том, что царь Шлома поставил отдельный трон для матери царя Млохим Как поясняет устная Тора для своей прабабки Рут, которая в то время еще была жива Все же обязанность почитать отца и мать важнее обязанности почитать деда и бабушку В Торе сказано Проклят позорище отца своего и мать свою Книга дворим Эти слова относятся не только к тому, кто явно неуважительно относится к своим родителям Но даже к тому, кто проявляет это лишь намеком Тот, чьи родители впали в слабоумие, обязан обращаться с ними осторожно и тактично Если он сам не в состоянии ухаживать за ними, как следует Он имеет право нанять для этого чужих людей Аллаха запрещает отцу создавать в семье тяжелую атмосферу Из-за постоянной боязни домашних перед ним Надо быть снисходительным и иногда не замечать, что домашние ведут себя не так, как ему хотелось бы И не придираться по каждому поводу, требуя уважения и безоговорочного подчинения себе Это, скорее всего, приведет к прямо противоположному результату Если жертвуют миром в семье для достижения какой-либо цели То чаще всего и цели эти не достигают И мир в семье не восстанавливается Отец не имеет права бить своих совершеннолетних детей Такова буква закона Если отец хочет ударить сына, еще не достигшего возраста бар-мицвы Но знать, что тот может резко отреагировать на наказание Он должен серьезно поговорить с сыном и этим ограничиться В любой семейной ситуации надо помнить о поступке про отца нашего Якова Который только перед самой смертью высказал порицание своим сыновьям Поведением которых он был недоволен Книга Берешит Почему он не сделал этого раньше? Потому что думал, если я им скажу, а они не обратят внимания То как бы я не поступил, будет плохо Если я промолчу, получится, что мои слова ничего не стоят Если же я повторю их, они могут рассердиться и уйти к моему брату-врагу Исаву Дети обязаны уважать мачеху, точно так же, как свою родную мать Все время, пока отец их жив А отчима точно так же, как родного отца Все время, пока их родная мать жива Такова буква Аллахи Однако желательно делать больше, чем требует буква закона Поэтому в данном случае не пристало менять отношение к мачехе Или к отчему после смерти своего родителя Продолжение следует...